Всем привет! Меня зовут Алена и вы на моем YouTube-канале. Если вы впервые здесь, то обязательно подписывайтесь, кнопочка внизу и нажимайте на колокольчик для того, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, не забывайте подписываться на мой Telegram-канал и на мой Instagram. Где-нибудь здесь всегда мелькают названия и дополнительно я еще ссылочки оставляю в инфобоксе. У нас сегодня с вами покупки на осень, часть вторая. Практически неделя. Неделя, да, прошла с первой части. И вот я уже к вам с новыми новинками. С новыми новинками. На осень всегда с удовольствием покупаю одежду, потому что понимаю, что холодный период в России длится 9 месяцев. А у кого и больше. Поэтому всегда как-то больше хочется закупиться, даже чем на летний сезон. Хотя лето такое короткое, не знаю. Вот трикотажем всегда закупаюсь с большим удовольствием. Сейчас покажу вам супер-классные новинки. Это просто видео-восторг, потому что каждая вещь у меня вызвала такие неподдельные эмоции. Просто слюнки потекли во время примерки. Давайте не будем затягивать. Поехали. Первое, что вам бросилось в глаза, это, конечно же, мой уютный свитер. Оливкового, наверное, цвета. Хотя для меня это и оливка, сицилийская оливка к белому вину. Я обожаю сицилийские оливки, политые лимоном. Вот для меня вот этот цвет сицилийской оливки и одновременно какой-то цвет листвы, такой спокойный. Вот такие ассоциации у меня возникают при виде этого свитера. Это свитер, на самом деле, потрясающего качества. Вот это горло, невозможно теплое, согревающее. Для меня вообще горло имеет большое значение при выборе свитеров, потому что я не ношу шарфы. Для меня шарф купить, это вообще целая история. А потом купить и еще носить его, это тем более история. Как правило, если я покупаю шарфы, то они у меня просто лежат. Смысл тогда, как потратить деньги. Поэтому я выбираю такие свитеры с утепленным горлом. И он настолько комфортный, он совершенно не колючий, хотя здесь натуральный состав. И это свитер от бренда Nice One. Вы знаете, как я люблю, любила их весеннюю, летнюю коллекцию. И сейчас, когда я сделала заказ из их осенней коллекции, мне даже показалось, что ребята еще больше преуспели в качестве своих вещей. Вы прекрасно знаете, как я обожаю этот бренд. Я не скрываю, что я с ними очень дружна. Поэтому с удовольствием показываю вам их новинки. И за качество этих вещей я могу ручаться, так же, как за качество любых других вещей, которые я вам советую на своем канале. Свитер потрясающе сочетается с каким-то более облегающим низом, скажем так. То есть такие объемные свитеры, они для меня не всегда предполагают какой-то объемный низ, потому что иначе я превращусь в большой прямоугольник благодаря своему росту. И, как правило, если я надеваю что-то объемное вверх, я не надеваю уже ничего объемного вниз. Так что у вас тоже есть небольшой рост, то вы пользуетесь таким лайфхаком. Но на самом деле, девчонки очень часто спрашивают, с чем носить, например, джинсы скини, леггинсы, кожаные, не кожаные. С объемным верхом надеваем объемный верх, и это уже супер беспроигрышный вариант. Супер классно сочетается с любыми пальто, с любыми куртками, особенно со светлой цветовой гаммой. Если у вас преобладает молочно-карамельная цветовая гамма в гардеробе осеннем, то вот этот свитер точно в нее впишется. Если вы думали, что это последний свитер в этом видео, то нет, это далеко не так. Следующий свитер также от бренда Nice One, и опять же здесь высокий процент мереносовой шерсти. Мереносовая шерсть, во-первых, гипоаллергенная, во-вторых, она очень качественная, она очень-очень долго служит. Мне свитера из свитеры из мереносовой шерсти служат не один год. И этот свитер в цвете хаки, на самом деле там есть и другие оттенки, но он просто нереальный. Как мне идет в принципе цвет хаки, как я обожаю цвет хаки, мне кажется, это у меня с детства любовь, учитывая, что у меня мама военнослужащая, и вот цвет хаки у нас какой-то уже семейный просто. И этот цвет нереально красиво подчеркивает мой зеленый цвет глаз. Этот свитер прекрасно сочетается в том числе с брючными костюмами. Если вы хотите утеплиться, но при этом вы хотите надеть жакет, немножечко структурировать свой образ, хотите надеть брюки, например, такие брюки дэдди, папины брюки полноценной длины, то этот свитер очень классно будет сочетаться с подобным образом. И он просто обалденный, девчонки. Мне кажется, что на осень такие свитеры с горловиной, с небольшой горловиной, с небольшим горлышком, они лучше всего и согревают, и при этом они настолько обуючивают каждый образ, даже с обыкновенными джинсами, он будет смотреться просто потрясающе от всей души. Вам советую. Правда, обалденные свитеры. И ни в одном оттенке я его заказала, у меня еще второй такой есть. Второй свитер от бренда Nice One. Он тоже у меня в размере S, но почему-то мне показалось, что он больше, чем тот, который в цвете хаки. Не знаю, но бывает такое, что от оттенка еще немножечко меняется размер. Ну, то есть, от оттенка еще зависит то, как сядет свитер. Иногда бренды выпускают вещи, казалось бы, одно и то же, но размер почему-то совершенно по-разному целиться. Но при этом, несмотря на то, что он уже более оверсайз, чем свитер в цвете хаки, он все равно очень здорово смотрится. Он не делает из меня большую тетю, он смотрится со мной как-то гармонично. Хотя, если бы у него еще здесь было большое горло, то вот, скорее всего, тогда я была бы тетей. А так, это все вполне здорово смотрится вообще с моей внешностью и с моей телекомплекцией. Шикарно смотрится с обыкновенными голубыми джинсами. Вот если хотите носить активно голубые джинсы, носите активно голубую цветовую гамму, то вполне молочные свитеры вас спасут от мысли, с чем же таким сочетать вообще эти джинсы. Супер классное качество, очень здорово, уютно смотрится, абсолютно осенняя история. Вот все три свитера, и это еще не последняя, поверьте, у меня тут еще один свитер есть. Вся вот эта вот история трикотажная, это действительно про осень, это действительно вот про опавшую листву, про атмосферу. Вот если на пикник собираетесь, закупитесь с свитерами и каждые выходные выезжайте на природу. Ну и раз уж мы с вами заговорили про свитеры, то давайте последний вам покажу наконец-таки. Это свитер от бренда 12 Stores. Он из смесового материала, здесь высокий процент кашемира и добавлены еще шерсть. Опять же, это еще одна моя любовь. Вот все четыре свитера я просто не могу даже мысленно отпустить из своего гардероба, потому что они мне настолько необходимы, они настолько потрясающие, они настолько здорово вписываются вообще в образы, которые я составила мысленно уже себе на осень, которые я хочу носить. Я просто не думала, что осень наступит так быстро, что она так стремительно войдет в нашу жизнь. И теперь мне вот все, я из свитеров теперь не вылезаю, в том числе и дома, потому что очень-очень холодно. Мне безумно нравится, как этот свитер сочетается с мини-юбками. Про мини-юбку чуть позже скажу, но он сверху, получается, накрывает ее, от юбки там всего-то ничего вообще остается. И при этом это смотрится настолько красиво, настолько женственно, но при этом не добавляет пошлости. То есть он как-то вот скрадывает всю эту гиперсексуальность и смотрится все это очень красиво, очень сдержанно. Сам по себе свитер могу от всей души советовать, если есть денежка, потому что Valve Stories сейчас вышли на совершенно новый ценовой уровень, насколько я это успела заметить. Они очень сильно изменили ценовую политику, и они стали приближаться потихонечку к люксу, к люксу, к люксу. То есть это уже даже не мидл, это уже что-то более такое повыше, скажем так. Имеют право, ничего не говорю, но вот имейте в виду, что цена у этого свитера такая не слабая, вообще для трикотажных вещей. Чего касаемо мини-юбки, наконец-таки про юбку скажу. Я была уверена, что она у меня в размере S, и что я ошиблась, когда делала заказ. Но я сейчас посмотрела, она в размере XS, и она мне большевата. Вот единственный такой нюанс, то есть она, прям, если вы малышка, то она может немножечко быть большевата вам в талии и бедрах, но в остальном она такая классная, она из костюмной ткани, она очень хорошо сидит, она очень легко отпаривается. Это я просто ее плохо тут отпарила, потому что торопилась себе снимать видео. И опять же, такие вещи совершенно феноменальным образом смотрятся с трикотажем, с чем-то более уютным, с чем-то согревающим, и они не создают вот этой вот нотки пошлости. То есть они помогают сделать сдержанный, при этом оригинальный, классный образ, немножечко в стиле препи. Юбка, опять же, про стиль препи, про стиль такой юной школьницы. Сейчас этот стиль особенно популярен, поэтому юбка остротрендовая, торопитесь, девчонки, они еще на сайте остались. У них есть еще вариант, скажу, с заниженной талией юбки, но я на такую не рискнула, потому что я все еще не могу в свою жизнь этот тренд впустить. Вот честно, хоть что-то с ними делайте, у меня не получается. Я головой не могу никак прийти к тому, что низкая посадка у нас опять существует, поэтому я пока еще средняя, чуть выше средней, ниже пока не опускаюсь. Я вот не экспериментатор в этом плане, у меня все время в голове стоит вот эта вот Бритни Спирс, и я никак не могу ее выгнать из своей головы. Вот я не знаю даже, что ей делать. Но юбку прям советую с жакетами, с блузками, с футболками, если вы длинноногая красотка, с кедами, с кроссовками, с сапогами, с туфликами. У меня, например, в образе она надета с туфлями от бренда Iconica на массивном кабуке туфли Mary Jane. Обалденно смотрится, при этом это не пошло. Они настолько массивные, они настолько нарочито большие, что это смотрится совершенно даже ну как-то гиперстильно, понимаете? Вот это не стриптизерская история, если бы я надела шпильку. Сейчас сижу в брюках от этого костюма, покажу вам непосредственно жакет. Это костюм папы, вот для меня. То есть это что-то про брюки папы и пиджак папы, это что-то про совершенно мужской стиль, даже цветовая гамма, вы согласитесь, как будто папа в молодости вот такое мог носить, еще и диссертацию в этом защищал. Но насколько это вкусно, стильно смотрится, насколько это поднимает образ на совершенно какой-то иной уровень, уж насколько у меня много брючных костюмов, насколько меня уже сложно вообще чем-то удивить, но этот костюм это сделал. У меня, во-первых, не было костюма в шоколадной стойогами, у меня не было в принципе вот такого вот нарочито-дедушкиного, нарочито-папиного костюма никогда. Все равно все было с такой ноткой современного фэшн, с современной такой женственности в ее современном прочтении. Но вот этот костюм это просто что-то совершенно стилеобразующее в вашем гардеробе. И брюки у него потрясающие, брюки полной длины, они шикарно сочетаются, опять же, с моими туфлями от Mary Jane, они как будто только добавляют еще стиля этому образу. Жакет у меня в размере S, брюки в размере XS, опять же, жакет и брюки от бренда Nice One. И здесь такая вот интересная деталька в виде петельки дополнительной. Она служит просто таким декоративным элементом, то есть она никакой смысловой нагрузки в себе не несет, но она как-то вот украшает, мне кажется, лацкан. Этого пиджака, этого, даже жакетом не могу его назвать, это действительно пиджак, пиджак и брюки, абсолютно папины. Можно носить соло, просто на голое тело, можно сочетать со свитером теплым, из-за того, что он оверсайз, он прекрасно под себя поместил тот свитер в цвете хаки, который я вам показывала. Вообще идеально смотрится, причем сочетать можно совершенно по-разному, надевать можно этот костюм, этот костюм, этот пиджак с джинсами, с другими какими-то брюками, с юбками, со свитерами, без свитеров, с футболками, с рубашками. Универсальная вещь, абсолютно базовая история для вашего гардероба. Честно советую, я в абсолютном восторге. Как всегда я забываю, поэтому пока не забыла, скажу, от меня и от NiceOne, от нас всех вместе, вам промокод на скидку 10%, вот здесь вот его пропишу, оставлю, все продублирую в инфобоксе, мои параметры, размеры вещей, все ссылки, промокод еще дополнительно, вообще все там оставлю, поэтому заглядывайте, инфобокс существует не просто так. И хотела сказать пиджак, но не пиджак, пальто. Тепленькое достаточно, действительно, пальто, в котором вы не замерзнете, наверное, до плюс 5-7, где-то так. Укороченное пальто, это сейчас, ну, второй год уже, это такой яркий тренд вообще, такие пальто, жакеты, и у меня он в размере S, я вот только-только его примеряла, смотрится классно, я примеряла его с тем белым свитером, который я вам уже показывала, и с джинсами полной длины, такие расклешенные, и в целом образ настолько повседневный, кэжуальный, так здорово все в нем смотрится, вот честно, один из любимых образов, опять же, который я вам показала, хотя тут каждый любимый, но вот этот мне прям запал в сердце, голубой цвет я люблю, он настолько освежающий, для брюнеток голубой цвет, вообще безумно комплиментарный, причем он такой не теплый, не холодный, вот он именно такой спокойный, голубой, и он не просто голубой, он с узором елочка, елочка, как в советские времена, я все вспоминаю, в Роне Судьбы, где мой пиджак, серый в елочку из Масторга, вот, вот он мой пиджачок висит, обалденный, вот правда, если вы любите особенно какую-то винтажную тематику, винтажный стиль, то подобное пальто шикарно впишется в ваш гардероб и в ваши образы, от него еще есть пояс, честно скажу, что я с поясом это пальто носить не буду, но то, что бренд сделал такую опцию, это классно, то есть он нам предоставил покупателю делать выбор, носить с поясом или без, и за что огромное спасибо, он не стал делать шлевки, шлевок нет, поэтому есть свобода выбора, можете носить просто прямым образом, как я это планирую делать, можете добавлять пояс, вот тут выбор только за вами, обожаю, когда бренды думают о потребителях. И на сладенькое, сапожки, девочки, сапожки, все-таки разорилась я на эти сапоги, я за коник, ничего не могу с собой поделать, в стиле Hermes, жакейские сапоги, потрясающего качества, я уже не раз их надела, хотя казалось бы, сегодня 8 сентября, я уже в сапогах хожу, обалденно смотрятся, и они еще и на Евразиму рассчитаны, потому что у них до щиколотки, такой тепленький мех, а дальше уже баечка, то есть в них замерзнуть практически невозможно, они потрясающие, мне больше даже сказать нечего, особенно мой любимый образ с ними, это скини кожаные от Zara, покупала их, по-моему, года 2 назад, объемный свитер, или, например, этот, в котором я сижу, или 12 Stories, который я вам показывала, и, возможно, я буду добавлять пояс, ремень, может быть, и не буду добавлять пояс, ремень, не знаю, мне нравится, как и свободно это смотрится, но мне нравится, как это смотрится и с поясом, в том числе, тоже, вот от всей души могу советовать, они идут, как будто бы на полу размерчика больше, чем ваш собственный, но это неплохо, лучше купить побольше, и добавлять теплый носок, ну вот это лично, как по мне, потому что у меня ноги мерзнут ужасно, но сами по себе сапоги, ну безумно красивые, они в том числе есть в молочном цвете, и они с увеличенной полнотой, глинище, это прям вот вообще круто, потому что у них можно много всего назаправлять, мои хорошие, у меня было все на сегодня, спасибо за то, что вы досмотрели это видео до конца, я сделала его для вас максимально полезным, и интересным, и атмосферным, и уютным, с вами мы так хорошо поговорили, сидя в свитере, мне кажется, что вы там тоже в свитерах сидите, потому что отопление-то еще не дали, а на улице-то холодно, особенно если вы из Петербурга, до новых встреч, с вами была ваша я, люблю вас всех, и пока-пока!